11 апреля 1945 года. Эта дата навсегда останется в мировой истории. Не выдержав гнета фашистов и устав от мучений, заключенные крупнейшего концлагеря Бухенвальд восстали, перебив охрану. На излете войны, под постоянными ударами Красной армии с Востока и сил союзников с Запада, отлаженная машина по уничтожению людей. Часть выстроенной нацистской системы не устояла под напором своих узников. Лагерей были десятки. Попытки восстаний были не только в Бухенвальде, но практически все эсэсовцам удалось утопить в крови. В Ульяновской области 68 бывших узников фашистских концлагерей и гетто. Каждый окружен вниманием и заботой. Все категории, которые являются и узники фашистских концлагерей, они отнесены по федеральным законам о ветеранах, и они получают в год и компенсацию за коммунальные услуги, и доплату к пенсии, полностью полноценное санаторно-курортное лечение, если оно им требуется. Сегодня те, кто в 40-е годы были маленькими детьми, кому не посчастливилось попасть в концлагеря, рассказали об ужасах нацизма в самом безобразном его проявлении. Поделились воспоминаниями, как выживали за колючей проволокой, вспомнили о миллионах загубленных жизней, о том, как удалось выстоять и выжить вопреки всему. Немцы бросали хлеб в болото, и мы, голодные, бросали за этим хлебом и топли. Но с нами, с братом, со мной и брата Царства Небесного, уже его нету. Тетка была, она нас никуда не пускала. Ну и, короче, мы остались живы. На площади 30-летия Победы все, кто помнит те страшные годы, возложили цветы к памятнику жертвам концлагерей. В митинге-реквиеме приняли участие ветераны, общественники и участники молодежных объединений.